Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я нутрицолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. И сегодня мы с вами поговорим о подтягиваниях. Я сама научилась подтягиваться примерно полтора года назад. Сейчас мой максимум это 17 подтягиваний. Я подтягиваюсь каждую тренировку. И сегодня хочу вам рассказать о различных видах подтягиваний, какие мышцы там работают. А также дать несколько советов девушкам, которые хотят научиться подтягиваться. Ролик о том, как научиться подтягиваться с нуля, я тоже обязательно сниму в ближайшее время и выложу на этом канале. Ну что, поехали! Подтягивание широким хватом это одно из лучших упражнений на широчайшие мышцы спины, верхнюю и среднюю части. Также в данном упражнении задействованы круглые мышцы спины и ромбовидные мышцы спины. Здесь самое главное тянуться грудью вверх к перекладине, смотреть вверх и представлять, что там вверху вас ждет нечто важное и ценное. Например, не знаю, кольцо с большим классным бриллиантом, большой кусок торта или что-нибудь, что вас особо вдохновляет. И вот к этому волшебному и важному мы тянемся. Я обычно начинаю с этого упражнения тренировку спины. Соответственно, чем шире хват, тем больше включаются в работу круглые и широчайшие мышцы спины и тем подтягиваться будет труднее. Поэтому, если вы только начинаете подтягиваться, допустим, с резинкой, то я рекомендую начать с более узкого хвата, немного шире ширины ваших плеч. Иногда я включаю подтягивание широким хватом в разогрев перед тренировкой, сетом вместе с прессом, ну, например, уголок в висе, ну, что-то такое вот в висе. У меня много разных примеров представлено на моем канале YouTube, разные варианты. И делаю обычно сетом еще из гиперэкстензии. Подтягивание за голову, как более сложный вариант подтягиваний, также прорабатывает широчайшие мышцы спины. Для меня это самый сложный вид подтягиваний и максимум я сейчас могу сделать 6-7 раз. Делаю медленно для максимальной проработки широчайших мышц спины, чтобы их растянуть и чтобы, соответственно, еще и не удариться при этом о перекладину. А это я могу, практикую и умею. Этот вид подтягиваний я делаю иногда в день спины, иногда в день тренировки плеч, когда в плане тренировки стоит джемпштанга из-за головы. Совмещаю часто тоже с прессом в висе, как разогрев перед основной тренировкой. В подтягиваниях всегда важно делать столько раз, сколько ты изначально запланировал. Допустим, я запланировала сделать 8 раз подтягиваний за голову. Я сделала 6 и поняла, что я устала, руки у меня больше не держат, хват ослаб, ужас-ужас. Поэтому я встаю на эту тумбу, которая у меня сзади, я жду примерно 5 секунд и доделываю те 3 раза, которые мне как раз остались до запланированной мной цифры. Действительно, только так будет прогресс и только так будет сохраняться то количество подтягиваний, которые вы уже наработали. Поэтому лениться здесь нельзя и нужно действительно всегда практиковать, практиковать и практиковать. Подтягивания обратным хватом задействуют широчайшие и большие круглые мышцы, а также здесь очень хорошо включается бицепс. Поэтому это упражнение также можно использовать и в тренировке рук. Кстати, как раз с этого упражнения можно начинать учиться подтягиваться новичкам, потому что здесь очень хорошо помогают руки. И если вы не дотянете спиной, то уж руками вы точно себя наверх дотянете. Очень хорошая мотивация для того, чтобы продолжать делать это упражнение и включать в тренировку и другие виды подтягиваний, в том числе подтягивания широким хватом. А это уже пошли подтягивания широким параллельным хватом. Делаю на тренировке спины это упражнение. Чем шире хват, тем больше включается широчайшая и меньше включается бицепс, и тем труднее выполнять это упражнение. Негативные подтягивания подходят для начинающих и для тех, кто хочет увеличить количество повторений в подтягиваниях. Я выполняю это упражнение в конце тренировки спины на добивку. Для выполнения упражнения нужна будет скамейка или подставка. Сначала я делаю столько подтягиваний, сколько могу, соответственно, после тренировки спины, и добиваю до 12 всегда, чтобы было именно 12 раз. Это мое волшебное число. Делаю три подхода. Если вы пока не можете самостоятельно подтягиваться, вы можете сразу начинать именно с негативных подтягиваний, то есть подпрыгивать и медленно опускаться, растягивая широчайшие мышцы спины. В общем, ребята и девчата, если вы хотите действительно научиться подтягиваться, делайте негативные подтягивания, как минимум каждую тренировку спины, а лучше через день. Будет трудно, я вас прекрасно понимаю, руки не буду держать, потому что на первых порах хват пока слабый. У меня в конце тренировки спины, когда я делаю это упражнение, тоже руки уже еле держат, но мне нужно сделать свои три подхода по 12 раз и с чистой совестью уйти, поэтому я всегда делаю. Вы можете себе, например, поставить задачу на первых порах сделать четыре негативных подтягивания, потом шесть. А это одно из упражнений, о которых я говорила в начале этого видео, подтягивания плюс уголок в висе. Соответственно, можно делать в разных вариантах. Я обычно включаю в разминку перед тренировкой в сете с гиперэкстензией и делаю без остановки три круга. Но остановка у меня идет только, чтобы попить водички. Здесь идет и работа мышц пресса, и работа широчайших мышц, и работа ромбовидных мышц, и круглых мышц, и также работа на статику. Это подтягивание узким параллельным хватом. Помните, у нас в начале видео было подтягивание широким параллельным хватом. При подтягивании узким параллельным хватом очень хорошо включается бицепс. Я это упражнение также рекомендую начинающим, потому что здесь бицепс действительно вам поможет подтянуть себя наверх. Ну и здесь я делаю такое подводящее упражнение к подтягиванию в уголке. Ну и когда вы начнете уверенно подтягиваться, раз пять-шесть, можно уже будет сделать вот такую вот лесенку. У меня есть на канале лесенка, которая делается на мышцах пресса. То есть там действительно работают только мышцы пресса. А эта лесенка, она делается именно на мышцах спины, на широчайших особенно. Здесь вы просто красиво шагаете по воздуху и самое главное плавно подтягиваться и контролировать движение своего тела. И вот получается так вот классно и эффектно. И еще вот такое упражнение сейчас репетирую. Это подтягивание разнохватом. По правде очень хорошо укрепляет хват каждой руки по отдельности, потому что есть такие мгновения, когда ты висишь на одной руке. И действительно после выполнения этого упражнения в течение двух недель на каждой тренировке спины, а это два раза в неделю, примерно по пять-шесть подходов, вот таких вот проходочек, я заметила, что у меня хват еще более усилился. Недавно начала вводить в свои тренировки подтягивания на кольцах. Их выполнять сложнее за счет того, что нет стабилизации и за счет того, что руки разъединены. Здесь сразу чувствуется, какая сторона спины слабее, а какая сильнее и какая вытягивает, когда действительно трудно на последних повторениях. На этом все. С вами была Мария Сафина. Увидимся в других моих видео. Пока-пока!